налоги у нас причем здесь есть такой момент плюсик надо нажимать по-моему не тот который напротив строчки а нижний если ничего не путаю а нет не здесь не здесь здесь напротив прямо до напротив налогов разворачиваю вот смотрите у нас с вами мы договорились что у нас будет с вами упрощенка доходы да мы попробуем именно вот такой пропорциональный режим значит в других версиях альта по-другому здесь зашита следующим образом здесь вся упрощенка это 3 в миньонка 2 можно про него забыть знаете да отменена с этого года и общий режим единичка выбирают значит чтобы зашить упрощенку доходы надо сделать следующим образом выбираем троечку и потом идем в строку смотрим на блок строк начиная с 210 и там у нас строке 212 еще один переключатель чё полин мышкой не пользуешься не любишь ну возьми мне кажется сложнее ну мне сложнее ладно как это как хочешь если надо взять возьми так значит вот обратите внимание да единичка это доходы упрощенка доходы двойка это доходы минус расходы там сразу происходит пересчет мы потом помоделируем то есть мы соберем все данные в нашу фу и посмотрим какая разница на разных системах налогообложения тем более нам это не проблематично будет не надо по новой все собирать а вот как бы только менять и проверять проверять как там корректно ли считаются налоги так троечка не знаю что но какой-то вариант здесь тоже предусмотрен но его нет ладно у нас с вами доходы на денежку поставили смотрим ставку да ставка смотрите формулу обратите внимание на формулу 100 формуле можно менять это ячейка тоже голубенькая и соответственно у нас можно подставить там где 6 процентов увидели да вот шестерочка 15 ноль там случае разных ситуаций здесь зашита на значение наших с вами переключателей которые мы с вами выбирали да если там переключатель 1 тройка и если переключатель 1 единица то применяется ставка 6 процентов доходу если же там на двойку меняется то 15 а 3 чтобы была упрощенка доходы минус расходы должно быть b104 тройка b212 двойка тогда он подставит 15 процентов так по моему так но 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 это только ставка это только ставка потом формулах идет расчет налоговой базы все помнишь о такой налоговой базы на луков на объект налогообложения когда пойдете налоговый кодекс там столкнется с этими понятиями объект налогообложения и налоговой базы в чем разница кто может сказать ну да то есть например переписывают объекты налогообложения являются доходы полученные физическим лицом от того-то доходы полученные предпринимателем от того-то налоговая база это перечень статей и строк которые входят в расчет то есть к налоговой базе применяется ставка вот в налоговом кодексе увидите такая фраза налоговая ставка применяемая к налоговой базе вот как раз налоговая база это ну вроде как тоже объект налогового вложения но не совсем там вот так хитро написано То есть, если объекты налогообложения являются просто доходы, то налоговые базы являются средства, полученные физическим лицом от продажи того-то. Вот это все плюсуешь и вот тебе получается. Причем разные ставки могут быть применены к разной налоговой базе. К примеру, доход физического лица и пешника, не связанный с предпринимательской деятельностью, облагается по чем? По сколько? По какой ставке? Нет, у вас заработная плата такая же ставка будет. Она равна НДФЛ. То есть, физическое лицо может показать, правда не знаю ситуацию, для которой это нужно сказать. Я получил доход не как предприниматель, а как физическое лицо. К примеру, я продал машину, которую я не использую в бизнесе. Его заставят в декларации отдельно показать по 13% доход от продажи машины обложить. Но скорее всего, мне кажется, так многие предприниматели поступают, они засовывают это в бизнес, чтобы списывать арендные платежи, ну в смысле аренду машины, ГСМ списывать, предпринимательскую деятельность, и потом обложить доходы от продажи машины не по 13, а по 6. Ну если у него доходы, если у него база налогообложения, упрощенка и доходы. Поэтому вот здесь вот иногда вилка, некоторые нельзя облагать именно так, а некоторые прям предписывают. Ну например, там я не знаю, доход от реализации ценных бумаг нельзя облагать под упрощенку, его надо облагать налогом на доходы от реализации ценных бумаг, например, или паёв. Поэтому здесь тоже осторожность налоговая, желание, понятно, под меньшую ставку засунуть у многих предприятий возникает, но что-то можно сделать, а что-то нельзя, иначе потом придется пересчитать и вернуть разницу. Так, значит, давайте посмотрим. У нас с вами, скорее всего, здесь неправильные ставки разные, да? Ну вот, например, кстати, еще есть строка 223, обратите внимание, она в этой версии Альта названа как «Поменять ее нельзя». Она там, ну, из где-то, а, 204 что ли? А, можно. Нет, тоже нельзя. Ладно. В общем, она названа как «Взносы на обязательные пенсионные страхования». Имейте в виду, это совокупная ставка. Пенсионные страхования, социальные страхования, медицинские страхования, все вместе. За исключением... А, нет, здесь надо все вместе указывать. Здесь есть еще... Так, где он у меня? Помните, социальное страхование у нас есть от несчастных случаев, да? Для таких компаний, как мы, это ставка минимальная, 0,2%. А для, там, какой-нибудь производственного серьезного предприятия, по-моему, до 17, что ли, или до 18, я не помню. Там, какой-то, да? А? Там, какой-то, как, где лично. Уровень... Да, да. Уровень промышленной опасности предприятия, исходя из этого, предприятие выбирает ставку. Ну, то есть, логика там такая. Чем больше опасное предприятие, тем больше рисков возникновения несчастного случая или какой-то травмы на производстве, да? Соответственно, выше страховой тариф. Фонд социального страхования, как бы это смешно ни звучало, он тоже ростовщик. Он тоже, примерно, как такая же компания, ну, не знаю, Наска, Росна и Росгосстрах. Он тоже страхует риск возникновения несчастного случая. Берет высокий тариф с промышленных предприятий. А случится это, не случится, это уже вопрос, ну, как бы такой, да? И будет основание для выплаты страхового возмещения или не будет, он открытый, да? Это тоже договор страхования. Соответственно, он считает, что у офисных работников меньше шансов, не знаю, быть ударенными током, упасть со стремянки или попасть под станок, не дай бог, там, или под какой-нибудь электрокар, или под башенный кран, да? Вот, поэтому у таких компаний, как мы, маленькая ставка. У производственных предприятий, особенно которые работают с опасными вещами, ну, например, опасная химия или большая температура, печка какая-нибудь, да? Ну, человек может ожог там получить, ну, что там, у них ставка выше. Так, и теперь сюда нам с вами надо включать ставку полную. То есть, вот здесь вот написано неправильно. Нам надо с вами поставить ставку правильную. То есть, вот я захожу в формулу в ячейке B224 и ставлю ставку правильную 30,2. Увидели, да? Вот. Понятно, что вот здесь это никак не сказалось, потому что здесь формат ячейки такой. Но если мы один разряд... Да? Я просто этот... Я показался, мне незаметно, думаю, не видели. Разряд один, разряд уменьшаем, да? Да, то сразу станет и видно, что это 30,2. И вот это тоже надо смотреть, потому что здесь округление используется. Здесь используются, ну, компоновки такие сокращенные. Так, с налогами упрощенки разобрались, да? Так, давайте еще раз повторим. Что, какие налоги может уплачивать наш с вами предприниматель за себя или за своих подопечных. В этом случае он называется, что он выполняет функцию кого? Когда он собирает налоговый агент. Он является налоговым агентом по какому налогу? Предприниматель. По НДФЛ. Заработные платы своих сотрудников раз. Еще с кого? Социальные платные. Он же тоже удерживает, по-моему, на сумму? Ты знаешь, и да, и нет. Он не удерживает. Он уплачивает это из своей прибыли. У работника он ничего не удерживает. А вот то, что налоговый агент, что он обязан исчислить с... Это суммы их за... Не из суммы, как бы, да, не вычитая, а суммы, как база начисления. Вот. Эти страховые взносы и перечислить их за граждан, это правда. Да. Я еще по НДФЛ. Кто может быть... Какая может быть ситуация, что по НДФЛ предприниматель выступает налоговым агентом? Кроме заработной платы сотрудников. За себя? За себя, как за физлицо имеешь в виду, да? А у него какая может быть... А, ну, там, если как физлицо что-то, да? Ну, хорошо, ладно, принято. Еще что? Но он же все равно... Он же не является как бы сотрудником? Не является. А он в ссообществе, если что-то? Ну, да, да. Так, а еще что? Еще какие? Недрес. Недрес. Нет. Ну, у нас с вами, смотрите, у нас с вами принято, ну, в данном случае, в данном проекте мы, у нас упрощенка, у нас объекта налоговложения НДС не возникает. Вот по НДФЛ какая еще ситуация может быть с несотрудниками? Нет мыслей никаких. Ну, вот, к примеру, у нас глэмпинг, да? Он договорился с местной бабушкой, к примеру, что она будет кормить. Она сотрудником по трудовому договору не является. Он заключил с ней договор оказания услуг или подряда, или чего-нибудь. Допустим, там у него есть подрядчики, да, значит, подрядчики на, там, не знаю, уборку территории или что-нибудь, вот такой клиник какой-нибудь, кто-нибудь воду тащит, да, кто-нибудь еду, кейтеринг, да, вот такие вот вещи. Вот. И он с ними заключил обычный договор гражданского правового характера. Здесь будет зависеть от того, как это физическое лицо, оно же физическим лицом является, да, там, бабушка, не знаю, там, ну, председатель кооператива какому-нибудь или кто-нибудь, как именно он оформлен. Вот смотрите, вот есть, возможно, несколько ситуаций. Он сам может оказаться ИПшником. Может? Может. Он является физическим лицом без регистрации. И еще добавилось с позапрошлого года. Какая ситуация для физического лица? Самозанятый. Самозанятый. Официально, в простонародье это самозанятый. А официально, как это называется? Кто помнит из налогового кодекса или закона федерального? Гражданин, применяющий налоговую систему, налог профессиональной деятельности, налог НПД. То есть, вот в законе это как бы так, да? Налогообложение профессиональной деятельности, по-моему. Ну, формулировку надо поднять. Я, кстати, забыл, какая у вас домашка-то была? Что должны были разобрать и потом мне рассказать? Упрощенку какую-то, по-моему, да? Или страховой взнос как раз? В чем разница упрощенными, чем с нахожем и платами системы? А, это вопрос такой серьезный. Что, прям так мы ставили вопрос? В чем разница, чем отличие? Патенты. А, кто может и кто не может применять. Какие виды от везда могут применять? О, короче, сегодня двойка, да? Переносим на следующую, на завтра спрошу. Я просто сегодня у вас, у вас, про симфону обучения, вы мне сказали нет, и сейчас. Слушай, логичный студенческий принцип, да? Раз сегодня не спрашивают, то и готовят за него. Ладно. Так. Самозанятые. Вот смотрите, разберем три ситуации. Если тот, с кем он работает, второй контрагент по его договору, по договору о оказании услуг или подряду, да? Ну, еще там, может быть, всякие аренды, например, да? Вы знаете, что договора ГПХ? Гражданская правоакция. Какие это? Ты знаешь, они могут быть и постоянные. Они могут быть и постоянные. Это как бы критерий, это один из критериев. Вот, кстати, это затронул очень важный вопрос. Как налоговая и трудовая инспекция классифицируют трудовые договора и договора ГПХ? Первое – системность, да? То есть они регулярно. Второе – постоянность. Ну, допустим, заключили там на четыре года. И еще какой очень важный критерий? Очень важный, вот самый определяющий. Даже два. Первое – это место оказания услуг, работ и по договору ГПХ. Ну, то есть, например, на территории объекта. Вот, например, трудовой договор – это что? Это сотрудник исполняет свои трудовые обязанности на территории работодателя, если трудовым договором не установлено что? Ну, а какое? Какое? Обратное? Да, дистанционный режим работы, вахтовый режим. Трудовый метод, разъездной характер работы, выездной характер работы в трудовом кодексе есть несколько разделов глав, регулирующих вот это вот сюда. То есть, если не установлена дистанционка, то работник по умолчанию – территория – это территория работодателя. Вот, это первый критерий, отличающий услугу там. Ну, например, нельзя же сказать, что услуга по развозу воды оказывается на территории этого. Нет, она просто туда доставляется. И еще один момент какой. Извиняюсь. Чем вот точно трудовые отношения отличаются? Ну, вот смотрите, вот мы здесь с вами, да? От того, от приходящих, уходящих. Чем? Ну, как годателем расплачиваемой налоги, а потом, наверное, нет. Это косвенное. Оно как раз неопределяющее. Вот то определяет вот этот вот как бы характер работ, в зависимости от этого мы его классифицируем как ГПХ или трудовой. А вот уже от этого пляшется. В штате не числится. Тоже косвенно. Основание для включения в штат – что? Трудовая книжка. А трудовая книжка – это что? Ее может не быть. Ну, точнее, она может быть в разных формах. Договор трудовой. Основание для включения в штат – трудовой договор. И все остальное пошло. Табеля, должностные инструкции, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, то есть основной договор. Критерий трудового договора – это то, что это рабочее место находится под контролем работодателя. Причем, что по месту расположения организации, что дистанционно, трудовой договор заключается с сотрудниками, которые так или иначе находятся под контролем работодателя. И еще в последнее время налоговики применяют такой параметр соблюдения режима распорядка рабочего дня. Вот это как раз отличает работника, который по трудовому договору, да, вот с по пришел или сменный режим, или разорванный график, неполный рабочий день, все такое прочее. А вот приходящий, уходящий, вот он оказал, он в принципе вообще может оказывать услугу даже вне рамок рабочего времени. К примеру, там, подготовка текста договора. Я ночью его делал, утром сбросил тому, кто заказал. Все. То есть какое же здесь там соблюдение, да? И вот этот вот момент отличает, кстати, договора ГПХ от трудового. Вот когда налоговики и трудовая инспекция классифицируют, вот они вот это вот определяют, да? Там типа, не может ваш ИПшник, который вам выполняет услугу уже 4 года подряд, и явным образом мы его опрашивали, не знаю, там, не знаю, проводили дознания, допросы, все такое прочее. И он сказал, что он каждый день к 8 приходил сюда, и каждый день уходил 17. Это вы и закамуфлировали под договором. Трудовые отношения. Это по факту трудовые отношения, вот такие у них формулировки, да? Для чего это делается? Для чего некоторые работодатели камуфлируют трудовые отношения под другой тип договора? Умысел. В чем? Не выплачивать страховые взносы. В первую очередь, да. Не выплачивать страховые взносы. И вот давайте теперь как бы разберем. Смотрите, вот у нас, допустим, кстати, договоров ГПХ. А откуда взять количество договоров ГПХ или виды? Почему вот, ну, какие вот мы знаем гражданско-правового? Где это почитать? Где это увидеть? В налоговом? В трудовом? Ты знаешь, в налоговом отчасти, в трудовом практически вообще нет. В каком? В каком, по-моему? В гражданском. В гражданском. В гражданском. Там перечислены все виды. На всякий случай проглядите. Там все есть. Аренда, оказание услуг, выполнение работ, ля-ля-ля-ля. То есть это гражданский кодекс. Вот. Значит, мы с вами отошли далеко от вопроса, как, в каких случаях выполняет функцию налогового агента, а в каких не выполняет. Вот смотрите, разбираем ситуацию. ИПшник, и у него другой контрагент ИПшник. Один оказывает услуги, другой принимает. Ну, мы базовый, да, то есть услугу, да. Вот выплачивание денежных средств по договору ИПшнику, надо здесь выполнять функцию налогового агента? Смотри, какая система налогового агента. Ты знаешь, вот здесь нам вообще без разницы. Как только он назвался ИПшником, я вот не уверен, что надо подавать на него сведения, вот этот вот знак вопроса как бы, да, но ничего удерживать и начислять с него мы не должны. Функции налогового агента нет. Он сам субъект предпринимательской деятельности, у нас с ним сквозные договорные отношения, он сам все обязан сделать для себя. Сам. По-моему, мы даже декларацию не подаем на это. Теперь вторая ситуация. ИП самозанятый. Вообще про самозанятых знаете что-нибудь? 4% с дохода оплатил. С дохода выплаченного кем? Да, ты самозанятый. Выплаченного кем? Ему кем? С работодателем. Нет, с работодателем не заключаются договора с самозанятым. Кому? Он оказывается в обеспечении. Кому? Я к тебе подвожу. Я тебя подвожу. 4% это база для начисления этого налога при работе с самозанятым и физлицом. При работе с организациями, то юрлицо или ИПшники уже 6%. Ну, может, да, может, нет. Тут пока для разных как бы ситуаций. Так, теперь, и вот смотрите, да, перечислил самозанятому денег. Функцию налогового агента, как вы думаете, надо выполнять, нет? Самозанятый. И отправить тому, кто ему заплатил денег. Ну, такая форма контроля, да? Вот. Это получение чека о том, что самозанятый в приложении, мол, налог сделку провел, является снятием обязанности нас, как ИПшника, за функцию налогового агента. Все, мы спокойны. Теперь, если ИПшник поработал с физлицом, и здесь самый главный вопрос. Ведь у него на лбу не написано, и печать за ухом не стоит, как у каторжного, да? Что он самозанятый. Если он является просто физическим лицом, или, опять же, получается такая ситуация, что он не отбил чек. Все. Мы с вами, ну, ИПшник, который ведет этот бизнес, попадает на функцию налогового агента. В данном случае он должен сделать что? Он должен удержать из суммы, причитающейся физическому лицу 13%, перечислить по нужному КБК, коду бюджетной классификации, по ИНН этого физического лица в налоговую, и подать на него сведения по форме, не помню, какой, НДФЛ-3, что ли, или что-то в этом роде. То есть есть какая-то форма НДФЛ. И, в принципе, физическому лицу, который самозанятый или хочет им стать, невыгодно, наверное, заплатить 13% с того, что он мог заплатить 6%. И, скорее всего, он скажет, стойте, стойте, стойте. Все. Это можно так сделать? Что вы все сделали, я не делала. Заходит в приложение «Мой налог», регистрируется и показывает, что я самозанятый. Как выяснилось, так сделать можно. Я попросил двух наших коллег зарегистрироваться самозанятыми. Они мне один через два часа, другой там это сам и сбросил. Ему пришло приложение. Все, вы самозанятый. И что интересно, абсолютно такая же процедура. Отписаться. Тын-дын. Все, не применяю. Бах, вперед. Потом опять применяю. Бах, сделку провел. Не применяю. Кто его знает? Судебной практики пока нет. Судебной практики пока нет. И более того, если, наверное, будет доказан умысел какой-то. Ну, то есть сегодня я, да, завтра я нет. И вот, наверное, что-то там с этим произойдет. Но пока можно стать самозанятым на любую часть года и потом перестать быть самозанятым. Например, таксист. Он сегодня работает с каршерингом, да, и пэшником являясь, и не применяя НПД. Завтра он работает с Яндекс.Такси, а у них требования самозанятые. Все. Он записался. Я видел уже у одного из предпринимателей, по-моему, у него две записи уже было. Зашел, вышел, зашел, вышел. Ну, то есть вот как-то так. Причем еще недавно поступили разъяснения о том, что и пэшник тоже может применять НПД. Налог на профессиональный доход. Не пользоваться ни патентом, ни упрощенкой дохода, ни упрощенкой расхода, ни общей системой. Если он работает с физлицом, 4%. Если он работает с организациями-лицами, 6%. Как на упрощенке доходы. Или он все-таки остается как не окладается? Или он в каких-то моментах упрощенку не меняет? Ну, смотри, на упрощенку зайти или перейти, ты можешь только на один календарный год. Предупредив об этом заблаговременно. Ты должен до какого-то там ноября или декабря подать сведения, я перехожу на упрощенку дохода со следующего года. С нее можно либо слететь, либо сойти официально еще со следующего года, через год. Вот с НПД можно вот такие вот вещи совершать. Ты знаешь, насколько я понимаю, можно, смотря по каким видам деятельности. Например, ты и ПЭШник и применяешь упрощенку доходы по определенному виду деятельности. Например, сдаешь в аренду помещение коммерчески, да? А в то же время ты работаешь таксистом и ты и ПЭШник, применяешь НПД как таксист. Пока, насколько я понимаю, ковыряться надо там, что-то очень много в чем надо ковыряться. По-моему, вот такая ситуация. Более того, предприниматели до недавнего времени, до прошлого года, могли одновременно применять УСНО доходы с определенных операций, УСНО доходы минус расходы с других операций, патент с третьих операций и ЕНВД с четвертых. Я, правда, таких, ну как бы, казусов не видел, но вот одновременно применяющих УСНО и ЕНВД я видел, и ПЭШник доходы и ЕНВД я видел, в зависимости от того, чем как бы занимались. Если у них есть патент, например, там, на бытовые услуги, да, он покупал патент. Если он занимался там общепитом, ну, допустим, в какой-то момент, да, там, или торговлей, он покупал ЕНВД. Так было, ну, не покупал, а был, да, на ЕНВД. На ЕНВД. Более того, с момента, как произошло там регулирование в какой-то момент, с ЕНВД было очень выгодно перейти на патент и ПЭШникам. Он меньше был. Я знаю это про общепит. У нас клиенты, Челнинский общепит, они перешли на патент с ЕНВД. Потому что с ЕНВД платишь, говорят, сумасшедшие деньги. Я говорю, упрощенка дохода еще больше. Оно, ну, как бы, нашу маржу не фиксировало, к примеру, да. Не всегда упрощенка дохода 6% самый хороший способ. Пример. Если ты работаешь на комиссионном или на перепродаже, вот если у тебя наценка 50%, то минус 6, это не страшно. А если у тебя наценка 10%, то минус 6, ты остаешься с четырьмя. А если у тебя наценка всего 3%, как туристическая компания, говорит, Сереж, ты упал, что ли? Мне упрощенку дохода платить 6% с этого, ну, вообще никак. Вот вообще никак. Потому что получу я со всего дохода. Мне приходит выручка, и я 97% от выручки отдаю. То есть, получается, я работаю, ну, как бы, в минус, да. То есть, минус 3 у меня получится. Вот, поэтому с туркомпаниями, которые перепродают туры, да, вот у них, ну, как бы, вот такая вот вещь. Им же не перечисляют только их комиссионное вознаграждение. Они вынуждены через себя транзитить все вот это вот, да. Поэтому у них один вариант. Упрощенка дохода минус расходы с учетом всех там, ну, вот. Или что-то еще, да. А этот год, говорит, вообще туризм вот этот внутренний губит конкретно. Я сейчас говорю не про операторов, наверное, а про агентов. Там же как есть же оператор, а есть как бы агент. Вот они перепродают вот это вот все. Ладно, далеко ушли. Так, значит, с физлицом как надо выполнить функцию налогового агента? Удержать с него 6 или 6 процентов, перечислить, 13 процентов и перечислить бюджет. И еще что? Кто догадается? Давай пока про этот самый разберемся, про НДФЛ. Соцстрак, да, тут еще как бы отдельная ситуация. У гражданина физического лица, который не сказал, что он самозанятый. Да. И не ИПшник. Как ИП? Ну, мы всегда как ИП. Мы уже, ну, как бы определили, что во всех схемах мы вот ИПшники. Что надо сделать еще, помимо того, что удержать? Надо, да, на него стукануть. Ну, в хорошем смысле, да. А, я же сказал уже, да? На НДФЛ, там, третью форму, форму как бы подать на него, да? Так, самозанятым не надо, и с ИПшником, по-моему, не надо. Давай теперь со страховыми взносами разберемся. Вот, если физическое лицо нам оказало услугу, мы еще должны начислить страховые взносы, по-моему. Только надо уточнять. Да, по-моему, да, надо. И перечислить в бюджет. Потому что мы сделали выплаты по договорам гражданского правового характера физическому лицу, не являющимся ни самозанятым, ни предпринимателем. Все. Наша функция, как налоговый агент, это страховые взносы. Зачем ты им перечислить? Понять не могу, почему. Страхование медицинское, социально-пенсионное. Причем здесь мы. Он нам оказывает разовую услугу. Он не трудовой договор. Вот я вот это вот понять не могу. По-моему, это такой серьезный перекос, лишенный здравой логики у нас. Это, видимо, сделано для того, чтобы по договорам ГФХ не камуфлировали трудовые и вперед. Но, кстати, могу ошибаться. Давайте этот вопрос тоже на домашку. Если выплаты физическому лицу по договору ГПХ не связаны с трудовыми отношениями, надо ли начислять страховые взносы? Если надо, то какие? Тема большая. Тем более, это уже второе домашнее задание, да? Поэтому вне зависимости будет у нас с вами завтра обучение или нет. Повторяй. Полина, я видел, все записала. Нет, я как-то успела. Выплата физическому лицу по договору ГПХ, ну, то есть не связанным с трудовыми отношениями, это как бы знак равенства, да? По договору ГПХ должен ли ИПшник с его вот этой выплаты начислить страховые взносы и перечислить, если да, то какие именно? Там могут быть нюансы. Соцстрах, медстрах, да, нет, пенсионный, там, не знаю, вообще. Такая дурацкая система, да? На мой взгляд, не должно быть. С ИПшником. Надо ли ИПшнику начислять страховые взносы? Если заплатил ИПшнику по договору ГПХ? Нет. Точно? Ну, вот мне тоже так кажется. И как бы логика моя заключается... Ну, да. А физлицу тогда? Тоже нетрудовые отношения. Почему он должен какие-то налоги платить? А страховые взносы? Ну, вот домашка, которая вам прилетела, убедиться, что выплат физическому лицу начисляют страховые взносы. По-моему, это так. Вот здесь, видишь, логика хромает. Почему ИПшнику нет, а физлицу – да. Чем разница? Только потому, что он этот ИПшник. Я просто знаю, в группе компании Акульчев, Акульчев всех своих, по-моему, партнеров, с которыми он взаимодействует, и, по-моему, даже часть сотрудников, заставил оформиться ИПшниками и стал перечислять им по ГПХ. Ну, такой немножко отмороженный предприниматель, то есть ему как бы пофигу было. Хотите со мной работать, заключайте такие договора, будете ИПшниками. Ну, да. Не, ну как? Он это, знаешь, чем я бы объяснил? Чаще всего предпенсионного возраста люди на это не пошли бы, он работал с молодежью. Он говорит, я теперь вместо 13 буду держать у тебя 6. Прикольно? Прикольно. Но страховой взнос платить не буду, объяснили. Тебе надо, да хрен с ним, я вперед в пенсию-то не верю, не надо мне никакие пенсионные, я лучше больше получу. И я тебе побольше буду еще платить. Вот и вся логика. Есть такое дело, есть такое дело, 20, ну что-то там, 26, что ли, в этом роде, да? Но вот эти самые 26 тысяч, они, по-моему, в половину зачитываются на упрощенку. То есть вот там есть вычеты. Надо у Альбины, кстати, здесь, вы можете сэкономить время, вы можете подойти к ней и спросить, что ИПшник вычитает из упрощенки пенсионку или из пенсионки упрощенку и сколько-то. Вот мы вычитаем, но я сумму сказать не могу. Да-да-да. Причем там две ситуации бывают, когда у ИПшника есть наемные, и когда нет. Ну, в нашем случае, если ИПшников из лица один он, да, у него наемных там как бы нет, вот, но там тоже влияет. Смотря сколько вы как бы вычитать. Там в каких-то ситуациях больше, в каких-то меньше. Разобрали мы, да? Сами потом объясните мне. В трех ситуациях. Чего? Запутал? А ты думала, прям вот сюда, в Альтинвест, поставим циферки и пошло, что ли? У экономиста знаешь, как голова дымится? Он должен знать бухгалтерский учет и планирование еще. У бухгалтера тоже дымится, но как бы меньше, наверное, чем вот здесь. Потому что экономист может пойти и взять факт у бухгалтера, там, или что-то у него спросить. А бухгалтер уже переварил всю информацию и дает ему сухой остаток. Вот в этом нюанс. Но вот такие вот дела. А можно мне еще раз форму? В форму у меня в чем-то он переключился. Давай. Какую? А ты макросы включила? Да. Так, значит, в 304-й строке тройка. Да. В... 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 В 212-й строке единичка. А что у тебя не переключилось? Вот где 224-я. Вот это, да? Вон, 32. Через запятую дописал. Там, где было 30. А там, где столбик F, там она от матчки переключилась? Она тащит, видишь? Да. Да. А в следующих у тебя тоже формула? Ну, тогда у тебя, наверное, может сбилось? Или ты туда начала забивать? Просто сделай ссылочку на B224. Может быть, что-то у меня нет? Я правильно понимаю? Да. Это говора с Федбергом, да? Они же физики, которые заключаются на ИП. Это же КУХ? Нет. На поставку, да, продукции, например? Строн оказывает нам что-то, да? Или мы тоже оказываем что-то? По гороскопу, что это? Выплата кому идет? ИП. Нам. Ну. Значит, услугу оказывает кто? ИП. Ну? Это не ВПХ. А? А если гражданин, ИП оказывает? Вот если мы у физлица что-то купим и перечислим ему деньги, это вот те ситуации, которые мы разбирали. Потому что самое главное здесь пляшет от налогового кодекса. Выплаты физическому лицу. Со мной все проще. Я ИПшник, применяю доходы. С любой суммы, которая приходит, я 6% просто перечисляю. И как бы все. Так. Вот, кстати, раз мы с вами в туризме, с самозанятыми очень интересная вещь. Что я хотел по самозанятым-то вам сказать? Пока, пока, да. Ну, просто такое лирическое отступление. Государство у нас социальное, оно рассчитывает созданием рабочих мест. Оно пытается, вот если конкурсы будете смотреть, да, вы увидите во всех конкурсах фигурирует создание рабочего места, создание рабочего места. То есть они выступают за то, чтобы предприниматели нанимали в штат. Вот во многих конкурсах вы увидите, что понятия аутсорсинг отсутствует. Это как раз вот тот пример, когда жизнь уже ушла далеко вперед, а нормативное регулирование идет, исходя из вот, ну, как бы, потому что вроде как считается, ну, не знаю кем, что трудовые отношения это наиболее гарантирующие, да, какие-то. Хотя на самом деле это бред. Я думаю, что это единственная цель вот этого всего, это чтобы на бирже не числилось много народа. Ну и плюс трудовые взаимоотношения, это самые доходные для государства отношения. Поэтому мы стараемся от них уходить, а государство старается их, это раз уж ты пошел там к нам за грантами какими-то, вот давай создавай три рабочих места в туризме. Я Ростуризму этому доказывал, я говорю, вы поймите, туризм внутренний, это не четыре симпатичных девушки в кадровом агентстве, которые сидят и принимают звонки вам, куда Египет, Турция, это вообще другое. Это работа с односельчанами, это работа со школьниками, это работа, не знаю, с крестьянами и прочее, какие там нафиг трудовые взаимоотношения. Если мы сегодня работаем, да, там показываем его усадьбу, или там проводится мастер-класс по выращиванию и распитию Иван-чая, да, завтра мы собираем там лебеду, да, послезавтра мы плетем кулебяку, а потом я работаю уже с кем-то другим. Какие мы будут трудовые отношения, если эта бабушка завтра, не для бог, может умереть, да, и у меня уже будет другой. Я что, со всеми бабушки, которые будут трудовой договор? Мне вообще это невыгодно. И когда в сельском туризме работаешь на грани маржинальности вот какой-то, а иногда вообще ее как бы нет, да, там же многие, ну, как бы за еду, за движуху, там все, там прийти хоровод попеть. Бурановские бабушки, они что, думали себе срубить капусту, что ли, миллионную? Нет, они просто занимались любимым делом. Им позвали, и они с радостью поехали, потому что у них появился зритель. Им было прикольно это, что, ну, как бы быть услышанными, да. Многое же так вот производится в этом всем, да. Или к нам в деревню наконец-то приехали, пипец. Последний раз 50 лет назад только приезжал Ленин, да, а тут вдруг приехали, и это же интересно. Все выбежали там за околицу, да. Ну, ладно, я уж просто такой. Вот, поэтому я им говорил, что по внутреннему туризму логика вообще неверная. Вот вообще неверная. Надо научиться считать вовлеченных людей. Вот, ну, с кем какие-то отношения. Ну, к примеру, сегодня было пять, нам помогали пять участников, односельчан, да. Один натягивал витрину, другой колотил помост, четвертый, там, я не знаю, таскал воду, да. Я вовлек односельчан в процесс. Да, у меня нет никаких договоров. Но там логика, это не работает. И вон Лисан вам объяснит, уже, наверное, объяснила, что мать с отцом или с сыном должны заключить договор аренды земельного участка или дома. Потому что вдруг сегодня они... А про что, про гипотенузу? Нет, я тогда спрашивала про деньги. Ну? Ну? Не надо? Не прокатить. Почему? А как? Потому что они муча и жена. Они по закону, как все владеют вместе, равных долях. По семейному кодексу? Да. То есть не надо переоформлять. А мать-сын? Нет, надо сделать круг большой. Какой? То есть еще какой-то последний был. Зачем? А, ты говоришь сейчас о том, что сделка продажи мужу и жены между собой, это, она ничтожна, потому что она не имеет юридической силы, да? То есть нужен какой-то третье лицо, он продаст этому и потом купит. И только тогда сделка будет зарегистрирована, да? Про это? А им надо все-таки, ну, допустим, муж глава КФХ, жена отношений к КФХ не имеет никакого. С земля на жене, мужу как землю передать? Не нашлось никакого рецепта. Только вот такой фигней заниматься? Да. Либо она нотариально отказывается от нотариуса, что это не надо. И платит нотариусу за его услуги. Если они только сгибаются, то ей никакой доли не перепадают. Ну, по сути, это означает, что начать раздел имущества до развода, да? Да. Круто? Круто. Ну, вот смотри, вот такое у нас законодательство. Приходит муж и жена, муж, там, КФХшник, ведут деятельность на земельном участке жены или матери, или свата, брата, или кого-то. Не канает, у вас нет прав на землю. А что, если завтра вы поругались, то, с одной стороны, это вроде понятно, это бизнесовые риски. Но они почему-то видят главу КФХ как бизнесмена. А это нифига не бизнесмен, он как был крестьянином, и как у него все работники работают. Я так понимаю, цель государства заставит, чтобы он со всеми заключил трудовые договора, и все на него работали. А он бы с их заработной платой начислял бы налоги, да? Так получается? Ну, вот как работников? Я единственный инструмент видел, нормальный. Это крестьянское фермерское хозяйство по семейной животноводческой ферме. Все. Сам глава и три его родственника первой линии, да? Одного достаточно. Организовали КФХ. Вот нормальная единственная программа. А когда мы говорим о начинающей фермере, о агростартапе, то здесь родственные отношения, по-моему, вообще хромают конкретно. Все эти мюджеты. Ой, Уля, странно. Вот работники вроде как бы есть, да? Нет, ты покажи официально, говорит государство. Покажи официально, что они у тебя работают. Ладно. Так, поехали дальше. Или мы все уже в лимите? Ну, мы сегодня важные вопросы разбираем. Трудовые отношения, ГПХшные, все дела. Час уже прошел. Час уже прошел? Разбегаемся? Или есть еще силы? Работа не стоит. Работа не стоит, да. Ну, ладно. Тогда, значит, давайте подведем какой-то логический итог. Ну, например, выплаты, да? С точки зрения налогообложения мы отчасти потрогали. Ну, может быть, самое главное разобрали, да? То есть, как мы с кем работаем и как это сказывается на налогах. Раз мы ИПшники, да? У нас осталось две домашки. Первое – это какие вычеты сделает ИПшник со своих, там, пенсионный фонд на упрощенку. Вычет, да? Судно-очислено. Потом был вопрос разницы между патентной системой налогообложения и чем? А, ну давайте попроще поставим этот вопрос. На каких, какие виды деятельности подходят под патент, а какие остается вариант только упрощенка? Наверное, вот это самое главное, да? Или самозанятость остается? Не акведов. Надо найти перечень видов деятельности. Там не акведами вообще. Не по данной системе. Там не акведы. Аквед – это классификатор видов деятельности общероссийский. Если им пользоваться. А в патенте написано, не понимаю, что. Ну убедитесь, например, найдите дизайн интерьеров. Посмотрите, соответствует ли он какому-то акведу или нет. Возьмите перечень видов деятельности патента, например, татарского. А вы, кстати, знаете, что патент еще будет отличаться в Казани, в Челнахе, в Альмитском районе? Каждый принимает, каждый применяет, принимает себе. Да. У нас есть закон о патентной системе налогообложения татарский. И есть, что каждый депутат принимает? Не виды, наверное, а ставки. Дифференцированные ставки. То есть перечень видов единые по республике, а вот ставки, то есть, скажем, тот, кто занимается ремонтом обуви, он в Альмитске будет платить одну сумму, в Казани другую, в набережных Челнах третью. Это при том, что они оформлены одинаково. Это по патенту? Это по патенту, да. По ИПшнику, по патенту. Вот. И еще заодно ответьте на вопрос, какие виды деятельности разрешены при самозанятости. Ну, может, вы быстро на него ответите. Потому что там уже спрашивали. Так. Ну, тогда. Еще какой вопрос мы записали с вами? Еще какой-то вопрос сегодня у нас возник. Если выплаты из физического состава, связанные с уголовными отношениями... Да. Надо ли начислять страховые взносы? Вот у вас, оказывается, три с половиной вопроса. Я себе записал. Что с вас спросить? Ну, да. Страховые взносы и какие? Я помню раньше, когда я только бухгалтером начинал, было, что пенсионные начисляются, а соцстрах, медстрах, например, не начисляются. Но с тех пор прошло много времени, они стали более жадными и начисляли, по-моему, все. Но это надо убедиться. Это был... Я вспоминаю ситуацию 98-99 года. Там уже вообще вся жизнь изменилась. Так. Ну, тогда пока все. Благодарю за внимание. Так. Так.